Я хочу рассказать о колумнеях. Это расскажу, как их выращивать в обычных комнатных условиях. Это неприхотливые, не капризные комнатные растения. В основном колумнии это ампельного характера, то есть не спадающие вниз, сразу вниз. Но есть такие, которые растут мультиком. Вот как, например, такой сорт. Они растут немножко вверх, но потом под своим весом спускаются свои сепли вниз. Форма цветков колумней в основном вот как у этих сортов. Карнивал, ерлибёрд. То есть боковые лепестки уходят в сторону, верхний лепесточек наверху, и один смотрит вперёд. Это основная форма колумнии. Есть сорта, которые растут в виде трубочек. Цветочки. Да, цветочки. Вот, у них такая форма трубочки. Есть сорта необычной формы. У них лепестки, как и ромашки, рассвернуты в разные стороны. Ну, мне они напоминают типа антенны. Вот, очень необычные. Значит, листики у колумней бывают разные. Бывают мелкие, очень маленькие, вот как у микрофилы. Есть лениненькие, вытянутые, ну, примерно, ну, так, сантиметров даже до восьми доходят. Крупные кисти. Ещё очень красивые есть колумнии, эстролистные. Часто задают вопрос, как быстро растут колумнии. Это зависит от сорта. Например, микрофилы, она за 2 месяца может выйти с черенок 10 сантиметров. А каким-то сортам нужно полгода, год даже, чтобы они выросли такого размера. Значит, как часто цветут колумнии, тоже часто задают такой вопрос. Этот факт зависит от, также от сорта. Например, есть сорта, которые цветут постоянно, круглый год. Вот, как ярлипер, карнивал. А есть сорта, которые цветут сезонно. Например, осень, весна. Есть сорта, вот, как аркута. Они цветут не часто, где-то раз в год. Но цветут очень обильно. Получается такая целая покров из цветов. Цветут несколько месяцев. Удобрения для колумней любые, для цветочных растений. То есть можно купить удобрения в любом цветочном магазине для цветочных растений. Значит, это они неприхотливые. Где растут колумнии? У меня колумнии, вообще колумнии любят светлое место. Могут расти полутени. Полутени, но росту не будет, цветение не будет таким шапочным. У меня растут они около подоконника, на карнизе для штор. Прямо здесь вот карниз. Вот такие подвесные кашпошки у меня. И в них находятся колумнии. Им этого достаточно света. Плюс небольшой вот цвет идет вот от полочек с лампами. Теперь можно уже приступить к посадке, как вырастить колумнии из черенка. Значит, выбор черенка. Черенок для колумнии, для укоренения должен быть небольшого размера, приблизительно от 5 до 10 сантиметров. Больше размер не нужен. Желательно отрезать резвием черенок. Приблизительно вот так отрезаем резвенком. Если вы покупаете где-то на выставке, например, обычно отрезают ножницами. Ну, где-то вот так, да. Край зажимается, поэтому, когда вы приходите домой, то лучше этот край обновить тем же резвием. Чтобы ткани стебля не зажимались. Дома можно нарезать колумнии на небольшие фрагменты. Мы лезем, отрезаем. Нижнюю часть, чтобы то, что в землю будем сажать, немножко листики обрываем, чтобы черешок такой длинненький был. Еще самое главное определить, где здесь вниз, где здесь вверх. Я покупателю сразу щипаю листики, чтобы они дома знали, где вниз, где вверх. Значит, укоренять можно несколькими способами. Можно перенять в воде. Желательно брать прозрачный стаканчик. Здесь видно рост корней и наличие воды. Если, например, взять непрозрачный, то можно пропустить момент, когда вода высохнет и черенок запустит. Кладем череночек в стаканчик и наливаем сантиметр, где-то сантиметр-полтора воды. И в этих пустовьях он встает оплутывание корешков. Корешки обычно появляются через две недели. Некоторые могут и через неделю дать скороспелые такие сорта. Некоторые до месяца сидят. Когда появляются корешочки 0,5 см, то их пересаживают в круг, в небольшой стаканчик, и они уже без парника, в обычном пустовье растут. А стаканчик с водой ты где ставишь? В тепличку или на полку? Или на подоконник? На подоконник я ставлю, но у меня подоконник здесь стоят фиалочки из-за ними. То есть тепло. Вообще нужно стоять в теплое место. Если подоконники холодные, то зимой лучше не ставить, когда очень холодные. Значит, это по укоренению в воде. Следующий способ – это укоренение в земле. Грунт я использую для укоренения. Торф, классман и перлит. Не во всех регионах есть торф и перлит. Есть деревни, поселки, где не продается это в продаже. Можно, конечно, и торфяные таблетки использовать. Но для тех, у кого нет такой возможности, могут использовать любую землю, которую они используют для укоренения других черенков. Например, фиалок. Для того, чтобы тот тяжелый грунт более был легким, можно вместо перлита использовать пенопластовую крошку. Вот здесь в доме диалки она продается уже в готовом варианте. Здесь уже раскрошенные такие маленькие частички. А так можно найти где-то пенопласт и его покрошить. Это как бы для тех, у кого нет возможности приобрести торф с перлитом. Состав грунта у нас будет 3 части торфа и 1 часть перлита. Мы используем любую мерную емкость. В данном случае можно использовать ложечку. 3 части торфа и 1 часть перлита. Все это смешиваем. Тщательно так смешиваем. У нас получился готовый грунт для укоренения черенков. В этом же грунте можно укоренять и фиал. Есть грунт. Теперь берем стаканчики. Стаканчики для укоренения должны быть большими. Вот это 80 миллилитров емкость. Можно больше половины заполнить. Смесью. Чуть-чуть упропить. Хорошенькая однорасовая ложечка очень помогает. Я всегда ее пользуюсь. И сажаем наш черенок. Где-то вот просто закрубляем. Если очень толстые бывают черенки, то можно дырочку сделать, луночку. Посадите немножечко вот так, вот этим кончиком ложечки. А листики касаются, да, земля могут там непросто... Листики касаются себе. У некоторых сортов листики начинают подгнивать, но можно просто потом вытогнуть. У некоторых ничего нормально раскидывать. Почему? И нужно нижнюю часть стволика колумбея очищать от листов, чтобы они не гнили там в земле. И вот такой у нас получается укорененный черенок в некие стаканчики. Малечка, а какие черенки лучше укореняются при таком способе? Верхушечные, с невызревшей тканью, или следующие, где уже легкое древеснение? И как укореняются черенки, которые вот уже прям совсем вот здесь такие вот, что уже жестко шуток? Скажи, пожалуйста. Любые черенки можно и в середине, и вот здесь, и молодые, и без разницы укореняются. А скорость укоренения будет одинаковая? Это от сорта зависит. Есть, которые сорта очень хорошо тают корешочки. Вот как вот в воде, я говорила, там, свинетель, а кому-то надо вниз. Так же у них все будет. Ну вот это со временем, у кого умеет, немножко лысеет степень. Ну, здесь уже ничего не поделаешь. Ну, вот эту часть, конечно, сажать уже нельзя, здесь нет листиков. Надо сажать часть, где есть листья. Значит, вот этот посаженный фрагментик я ставлю на полочку, в батончик. Перед тем, как поставить, я для него делаю такой маленький еще батончик. Для чего это нужно? Я сажаю в торф, и он часто пересыпает. Если вы начинаете поливать, и торф уже изрядно подсох, то у вас вода при поливе сверху выливается вся на батон. И получается, что ваше растение не пьет. Вода разливается по батону, и растение не получает достаточно воды. Поэтому я делаю еще такой небольшой батончик. И тогда полив можно осуществлять и сверху, и снизу. Вода никуда не идет, она останется только этому растению. Значит, при таком методе я ставлю это все в парничок. То есть я не оставляю вот так, как есть, а ставлю в парник. Ну, парник это можно накрыть целлофанчиком, совязать раз в неделю. Так не поняла, парник с поддомным и еще с целлофанчиком? Ну да. А не парник с крышечкой и все. Ну, это у кого один. Если у кого-то несколько черенков посажено, то они могут ставить этот поддон, этот поддон весь накрывать целлофаном. Лучше делать тогда дырочки немного в целлофане. И так они стоят на полке под подпиткой. Ну, а если один черенок, то его поставьте в целлофанчик и совершите. Где-то через месяц уже колумнии, да, корешки. Его можно вытаскивать из целлофана и ставить в обычное место. И полив как раз в этот поддончик может пригодиться. Не подведают листики, когда истеплится, сразу на полку выставляешь? Влажность-то меняется. И у них тоже нет. И они подведают. Единственное, что недостаток метода укоренения в парнике, если жарко в парнике, например, вы укорениете летом, у них от жары могут облетать листья. Если очень жарко, листья все облетают, а растение погибает. То есть это нужно следить, чтобы полив не укоренялся на не очень жарком месте. Или не летом. Или тогда есть другие способы. Если вы укореняете в воде, сажаете после того, как корешки появятся, в стаканчик, и тогда вам не нужно, чтобы парник. Колумбей, которые укореняются в воде, их не надо потом ставить в парник после укоренения. То есть тут можете выбрать, как вам подойдет, какой из таких способов. Маленька, я могу уточнить? То есть пока холодно, можно укоренять в тепличке, а когда жарко, лучше через воду и сразу сажать, и на полку ставить, да? Летом, когда сильная жара, то укоренять можно, но нужно следить просто за этим. И когда лисия начали сейфосы, почему? Например, если есть кондиционеры в прохладных домах, в деревнях, там не всегда жарко, как в городских квартирах, там можно укоренять с проблемой и летом. Значит, и третий метод укоренения – это нафитиляция. Еще здесь один момент. Если у вас несколько черенков в колумнике, несколько черенков в грунт, здесь у меня грунта мало. Несколько черенков одного сорта? Да. Лучше укоренять в одной емкости один сорт, потому что растут они по-разному, и чтобы друг другу не мешать, нужно укоренять один сорт в отдельном горшочке. Если у вас несколько колумни, если есть черенков несколько, даже желательно посадить их, например, по 2-3 черенка в один горшочек. Для чего это даже намного лучше? Потому что видите, каскад, какой идет каскад веточек. Вот чем больше здесь веточек посажено, тем больше будет приятный и красивый вид. Когда много веточек, это всегда очень интересно, чем цветет одна. Поэтому я советую несколько черенков сажать в один горшочек, небольшой приблизительно, вот для этих колумней трех череночков. Вот в такой горшочек. И, значит, следующий метод укоренения, это у нас на матах. Так, а фитиль? Ну, здесь фитиль нет. Фитиль на матах. Нет, фитиль на матах, да? Фитиль тоже есть на фитилях. Я рассмотрю это. Нет, ты при фитиле не скроешь. Про фитиля не ли я не укореняю. Просто я знаю, что на фитилях тоже укореняют. Я расскажу про мат. То есть я расскажу то, что я, как я укореняю. Ну, потом их все красные. Я вот, например, укореняю в голубне и вот в таком небольшом потоне. В продаже есть маты. Очень замечательная вещь. Вырезаем по размеру емкости потона. Полосочки кверху или книзу? Это не имеет значения. Самое главное, чтобы дырочки, вот если вы пощупаете на ощупь, с одной стороны выступают маленькие шершавые, а с другой кладкой. Вот эта шершавая лучше вниз, потому что она не дает съехать ткань. Если вы вот так положите, ну, если кто-то там, или, как скажем, наклоняет, или случайно садил, чтобы ткань, вот этот злофанчик не съехал, лучше шершавой стороной сюда, вот к ткани. Укладываем, положили в нашу емкость уже с матом, она готовая. Теперь готовим землю. Земля такая же. Единственное, что для матов можно землю сделать порыхлее. То есть, получается, две части торфа и одна часть перлита. Два к одному. Если мы раньше делали три к одному, то здесь можно сделать два к одному, более рыхлый грунт. Если не торфа, а земля, ну, бывает иногда в деревнях с огородов, берут землю, вот, где нет магазинов, там трудно с этим, то можно расплавить вот пенопластовой крошкой даже один к одному. Это если на мату, чтобы не подгнивали растения, потому что там должен быть хороший вот такой обмен, чтобы растение при сильном влажности не загнило. Значит, готовим черенок для матов. Вот такой же стаканчик. Здесь я забыла сказать, что дырочки должны быть сделаны в стаканчике, куда будет сливаться вода. Делаем дырочки из двух сторон. Я использую для такого фитилька, это акрил. Мы сейчас его будем вниз стаканчик кластью, то я сейчас расскажу, для чего нужно. Акрил лучше отечественного производства, 100% акрил. Потому что я покупала производство Китай, там акрил практически водонепроницаемый. Это не в обиду китайским производителям, просто такой акрил для фитиля не подойдет. А этот он чуть быстро намокает, очень удобно. Значит, режем кусочек. Припустительно размер стаканчика. Вот такой у нас получится фитилек. Мы его протеваем внизу горшка. Для чего здесь вот два друг на друга, две дырочки, вот у нас получится вот такой фитиль. Для чего это нужно? На фитилек, на матах, когда поливают растение, может не всегда смочиться сам горшочек, и растение останется сухим. Поэтому вот этот фитилек, он как проводник воды будет. Он быстро намокнет, когда сюда будет поступать, и растению будет поступать вода. И вот в такой грунт, насыпаем его, и сажаем так же черенок, как я рассказывала раньше. Чуть-чуть переминаем. Марин, то есть ты всегда насыпаешь где-то две трети? Да, это вот так. Это удобно, когда, например, черенок дает вербушечные, есть при укоренении, иногда у колумней, вот отсюда идут от большой влажности корешочки, воздушные корешки. То есть мы вот посадили вот так колумней, колумнейку посадили в зебу, и при укоренении у нее иногда возникают воздушные корешки. Поэтому, чтобы они уже не... растение не зря старалось, корешки наращивать. Я иногда сверху, вместе, там через два, подсыпаю еще чуть-чуть на эти воздушные корешки. Чтобы было немножко места, еще если нужно досыпать. Вот мы посадили нашу колумнею. В парник ее ставить уже не нужно. Ставим ее сразу на маты. Грунт должен быть уже слегка влажным. Если грунт сырой, значит поливать его не нужно. Если грунт чуть-чуть совсем влажный, то есть он сухой, то его нужно немножко полить. Слегка поливаем вот так растение. Чуть-чуть вот так вот полили и все, это достаточно. И ставим на мат. Поливать сразу после посадки не рекомендуется, потому что корешки мы купили. Мат сухой или мат уже увлажненный? Нет, это не сырой. То есть это не сырой. Ты не дала договорить, почему не надо сильно поливать? Почему не надо сразу поливать? Нет, вот вы сейчас сказали. А, не надо сильно поливать, это чтобы переувлажнение не получилось, чтобы черенок усахнули. Это также и листики фиалок укореняются. Ну, понятно. Чтобы был сильно сырой грунт. Здесь мы выставляем наши черенки. Где-то дня через три, когда земля подсохнет сверху, не сильно, но уже как бы остаться, чтобы уже... Сверху не накрываем? Нет, не накрываем никакого. Они что, деревянные? И где-то, когда, дня через три-четыре, когда земля подсохнет, мы туда наливаем на матку воду. Приблизительно количество воды на такой объем контейнера стакан воды. Некоторые не знают, сколько лить. Начинайте с маленького количества, чтобы не повредить растению. Ну, как бы это все методом проб узнает, сколько воды нужно лить на матку. В данном случае здесь стакан воды. В таком контейнере растения растут по умняности ложе под лампами. Полив в зависимости от температуры в квартире. Если это, например, летом, то это, может быть, полив через четыре дня. Если это зима, то, может быть, раз в шесть. Это по укоренению. Как видите, способы. Несколько можете выбрать такой, какой понравился вам. Процент отхода где ниже? При каком способе? Вот этот самый лучший вариант. Самый ленивый? Или самый эффективный? Ну, он бережет время наше. Вот, поэтому и самый лучший. Так, в панаматах это самый лучший вариант. Ну, как вопрос был задан по поводу, так скажем, статистики гибели растений, да, то в парняке, конечно, чаще всего в парняке, так скажем, процент гибели растений увеличивается. Там зеленая влажность, если перевлажнить и грунт, то это явные уже гибели растений. И еще один момент, это когда у вас растения уже пошли в рост, начали расти. Вот у вас взрослое растение, оно растет, они запускаются у вас веточки. У колумней такая особенность, они зацветают на молодых ростах. То есть вот у вас веточка, она начинает отсюда укрываться гудольчиками, и цветочки как бы растут на молодых ростах. Уже вот на таких, уже цвести они на старых не будут. Вот чтобы добиться шапочного, так скажем, цветения, чтобы у вас колумней не были, так скажем, такими лыснями, для этого их нужно подрезать. Для этого вот что мы делаем. Верхнюю часть уже взрослых колумней, у нас они растут, эти веточки, мы укорачиваем. То есть вот у нас длинные веточки, здесь мы отрезаем, вот видите, они отрезаны. И на молодых ростах у вас будет цветение. Цветают они одновременно, тогда получится у вас здесь цветут, и здесь цветут. За счет этого, такой обрезки колумней цветут шапочные. Вот. И такой еще совет. Если у вас что-то не получается... Какое время года обрезки ты такую проводишь? В любое время года. Когда есть время, когда растения уже взрослые, потому что, ну, такие маленькие, им нужно еще подрасти. Когда уже взрослое растение. Марин, а вот тот кустик, который лысоват, вот его на каком уровне обрезать хорошо, чтобы он распушился? Если внизу обрезать, то лысость же останется некрасивой. Вот так можно повыше? Две-три... Ну, тут, понимаете, тут уже... Если только вот молодые росты прикроют, вот эту лысинку, своим цветением. А здесь, ну, две-три, вот, ну, расстояние к узлам. Ну, а молоденький, почему очень коротко обрезать? Между листиками. Совсем коротко. А вот здесь? Вообще ее всю. А молоденький, чтобы пошла новая поросль. Ну, вы это можете, да, отрезать, начеренковать. Можно же на пеньке оставить. Начеренковать, посолить заново. Да, да, да. У вас пойдут, вот почему я и говорила, что желательно несколько черенков сажать в один горшочек, чтобы у вас были несколько веточек внизу. У вас пойдут новые растения, вот этому два года, и оно прекрасно еще может расти. Значит, А, этому сколько лет? Поэтому где-то тоже так же. А в природе оно же не... Ну, он обрезался, это растение выставлялось на выставке, и уже, смотрите, оно за два месяца уже дало такой молодой рост. Смотри, оно практически дает побег замещения, вот, ну, вот, вот эта веточка. Да, когда отрезается веточка, чаще всего растут пасыночки такие с двух сторон. И получается, вот... Ну, на одной ветке я наставлю с двух сторон, Марина. Вот, они напоминают даже каких-то месековых. Здесь еще тоже, как раз, вот, Ирина Леонидна, занятие, какой-то интересный момент. Можно отрезать колумнии, чтобы была шапочка, а можно вот на начальном этапе, например, у вас три веточки были посажены. Вот у нас три веточки мы посадили, и они пошли в рост. Препрессивительно, когда достигнут, там, сантиметров 15-20, вы тоже их можете отрезать. Вот, например, они у вас выросли. Вот на этом уровне отрезать, и у вас вот отсюда пойдут боковушки. И за счет того, что у вас было три черепка, и вы их подрезали, и у вас уже будет шесть ростов, и у вас вниз уже будет большее количество ветвей. Это тоже так можно формировать колумнию. Если вдруг что-то не получается при выращивании колумнии или других растений, не надо на этом ставить точку. Можно обязательно экспериментировать. Экспериментируйте с землей, с условиями, и у вас обязательно все получится. Вот, а теперь можете, если какие-то вопросы... А сколько цветок держится? Примерно? Ну, примерно неделю точно. Может быть, даже больше у некоторых сортов. А пыляли сами или как? Это само пыление. Я пыталась пылить колумнии в течение года. Опыляла практически каждый месяц, разные сорта использовала, но у меня не получалось, не завязывалась, так скажем, коробочка, не завязывалась лига. А это вот у меня может быть 20 сортов колумней. Это единственный сон, который сам опыляется и дает вот... Она съедобная? Нет, она не съедобная. Там находятся семечки. Ну, понятно. Их можно сажать. Вот. Семечки, они такие, как в желе. Вот там, как в желе, и там уже они проросли. Вот. Их уже можно... Она как засыхает и высыхает? Да, она немножко начинает усыхать, тогда их можно раскрывать и сажать тоже в обычный горшок, слегка присыпать землю. Мария, а вот цветение. Фиалок мы можем за два месяца их подкормить, и они будут цвететь. И свет дать, будут цвететь. А у коренника? Когда хотят, или уже все-таки можно их выгонить? Да, получается, в общем, когда они сами захотят. Есть сорта, которые цветут постоянно, поэтому им специально что-то для выгонки цветов не нужно. Они сами засыхают. Поэтому специально что-то здесь нет, не получится. А удобрения? Удобрения любые эти цветущие растения. Нет, но с повышенным содержанием калия или фосфора. Я чередую. Я покупаю несколько удобрений. Одно, например, с повышенным содержанием азота, другое фосфор, другое калия, где-то куминовые, разные удобрения. Я их просто чередую. Это ли она? Или она лишит? Она спускается вниз. Апельно. В природе она лишит? На поверхности? Висит. Висит. А чем она там крепится? Откуда она висит? Ну, между... Или может быть так же, вот она на поверхности, она природа. Из деревьев она сетает. Ну, из деревьев, если рядом с деревьей, она может, да, может, расти, и губевую плоскость. Если вы положите колумнею вот так, на полочку, то она все равно будет расти дальше. То есть, это она... Яичка, вот Марина спрашивает, как сейчас у вас замедлить землю на свежую? Да, и горшочек 9, да? Горшочки небольшие должны быть для губевую плоскость. Нежелательно сажать разные сорта в один горшок, потому что, видите, какие у них разные росты. Если вы посадите в один, то кто-то будет быстрее расти, кто-то и медленнее, но не очень красиво. Марина, а для начинающих, для любителей растений, какие сады там можно посоветовать, такие, чтобы красиво цвели и нетрудные были? Среди часто цветущих это герли пьорд. Хороший сорт. Часто цветет. Вот этот, наверное. Карнивал. Карнивал. Тоже часто цветет. Красный какой-нибудь. Аполлый нет? Нет, не красный, да? Нет, не желтый. Лава-флоу неплохо цветет. Но, в принципе, они все цветут часто. Единственное, что у меня, из моих садов, только аркута цветет не очень часто. А так все цветут. Маринка, я не поняла, вот Маринка спрашивала, как часто ты заменяешь землю на свежую? Вот небольшой горшочек берешь, как часто заменяешь землю на свежую? Как часто пересаживаешь? Вообще желательно раз в год. Раз в год менять землю. Но иногда бывает, что времени не хватает. У меня есть колумнии, которые два года сидят в горшке и прекрасно цветут. Это доказывает, что колумнии очень неприхотливые растения, поэтому каждый может с ними справиться. А ты их прямо омолаживаешь или все-таки обновляешь, вот когда землю новую? Я омолаживаю, только когда вот слишком лысенький становится. Вот здесь не очень красиво, вот это потеря листвы. Тогда я уже омолаживаю, отрезаю много черенков и сажаю в ножи, во много горшочков. А вот такой кусок в новую землю пересаживать или это нецелесообразно, и лучше его все кончиками. Он разделяется, его можно разделить, друг друга отделить, если не с необходимостью. А можно пересадить в таком же виде, только побольше горшочек, подсыпать по бокам свежей земли. А если хотите, можете эти разделять. Здесь несколько посажено веточек. Вот здесь даже можно посчитать. Раз, два, три, четыре веточки. Четыре веточки. И вот такие веточки дают вот такое обилие. На веточку такую опрыскиваете? Но все они были потрезаны, в младенчестве, так скажем. Вот как раз вот таким методом я у нас, самая рогатурка. Вот. То есть, когда они были маленькие, вот такого расстояния достигли, я отрезала, пошли вниз веточки, и за счет этого создалась такая масса. Марина, у тебя есть колумнии, вот я вижу, в основном с глянцевыми листиками, а с мягкими, зелеными? Есть. Или ты предпочитаешь вот эти, как бы глянцево-листные? Вот я помню, когда я читала, они были неприхотливые, вот лакированные как бы листики, а мягкие, вроде были капризульки. Или нет? Нет, они, по лицветам не определить, что он капризный, не капризный. Есть листья опушенные, есть вот такие вот, как гладкие, но это не очень гладкие. А, вот, вот они гладкие, а вот это опушенные. Есть сорта эйфория. У него очень опушенные листики небольшие, где-то вот побольше, чем вот этот. Цветут они осень-сезонно, весна-осень, не так часто. Ну, это не зависит от листвы цветения, не зависит от листвы, это от сорта зависит цветение. Какие-то часто цветут, которые есть не очень часто. Спасибо. Опрыскиваете их, как они любят? Ну, нет, я не опрыскиваю. Единственное, вот, когда у меня они около подоконника растут, и открываешь все мои форточки для проветривания, ну, когда не сильные морозы, ну, воздух холодный, у них портятся листики, немножко краешки, такие белесые становятся. То есть, они у таких холодных сквозняков, у них портятся листики. И не опрыскивают. Такой необходимости нет. А были у кого-нибудь, когда-нибудь проявления, вот, трипса на Колумнеях? Как он проявляет эти точки? Там же, что-то что-то не видно, никогда не видно было. Я даже, может, больше 10 лет. Нет, ни разу не видела. Вот, они как-то устойчивые, я приношу с выставок, их все равно опрабатываю, но на них ни разу не было таких вредителей. Да, ни покусов, нет. Единственное, это вот холодный воздух вредит кончикам, а так... Один раз я видела червеца листового на Колумнеях, да. А вот, да, трипсик, я думаю, может, тебе попадался. Ну да, просто вот как зараженное растение, а никаких покусов, погрызок. Да, они еще, наверное, еще и устойчивые. Наверное, да. Может быть, вредители не любят, все-таки они твердые, тверже, чем лист, фиалки, например. Им, наверное, неудобно его красить. И пыльца невкусные. Зубы, зубы обломали. Обломали. Нет, не обломали. Воткнуть него. Они на самом конце образуются, и вот как бы вверх бутон этот, или вниз. Как они цветут? Ну, свести. Снизу вверх или... Это кончик, это же кончик. А, вот так. Марина же говорила, они цветут на новых побегах. И для того, чтобы везде цвели, она подрезает по разной длине. И тогда они цветут каскадом. Цветут. Вот как пуски. То есть каскад, это неравномерная подрезка. Вот у меня в чем проблема? У меня с эпицеллистой. Не могу понять. Но на подопоннике. С эпицеллистой от жары, чаще всего это может быть от жары и перелива. Если переливать растение, оно может сбрасывать листья. Да, то есть нужно... Почему этот торф с перелитом очень подошел к этим растениям? Мне понравилось, как они растут в нем. Здесь нет переливов, поэтому у меня спрос листьев не бывает. А так это бывает, когда очень сырая земля, долго не просушивается. Вот, кстати, ваш вопрос по поводу больших горшков. Тоже нежелательно больших горшков, потому что земля не быстро просыхает. У меня просто нет возможности... А неудобно, наверное, она же подвеси их держит. И как же фитили? Фитили подвесит. Да, вот если бы они не висели, а на стеллаже были бы, то можно было бы поставить на фитили. А так они у меня висят в фитили. В корзиночке. На фитили, я знаю, у меня знакомая девочка выращивает, очень довольна, быстро растут, цветут. Так что фитилям тоже можно в целях колумбнее выращивать. Марина, а вот этот сорт, цветовый или нет? Этот сорт у меня сколько лет, но вот... Пока не порадовал. Его села в листик. Да, но покупала я его... Так что... Какие-то, наверное, вот так вот, гормоны, что ли, стимулирующие взлетение. Реально, этот сорт в квартире, на которых не цветет почему-то. Он такой красивый, что и не надо. Он замечательно растет, поэтому у меня... Хотя вот вообще... Чем он нравится? Он очень приятный. Посмотрите, как кат. Так сильно, да? Вот таких вот, как стройки водопада. Вот как мне это напоминает. Поэтому даже он не цветущий. Его хорошо даже декорировать стены. У меня он был очень длинным вот таким. Это его так уже порезали. А так его можно повесить на стену, вбить гвоздики, например. И вот так вот декорировать красиво стены. То есть, Санночку воткнуть и привезти? Когда... Оно очень длинное. А растет оно быстрее, я вам говорила. Они очень хлопкие, эти побеги. Они не хрупкие? Нет. Я вот перевожу их, и никакие веточки не ломать. Цветочки могут упасть, а веточки нет. Они, в общем-то, полотненькие такие. Сами веточки. Но они все-таки затуху лучше переносят, чем переуллажнение, да? Да. Все-таки лучше, да. Их лучше, в данном случае, не посушить, чем переуллажнение. Для переуллажнения у них начинают сбрасываться листья, а если он останется без листьев, то выжить ему... Есть, конечно, более такие случаи, но это... Ну, 80% гибели, это когда нет листьев. Иногда у них бывает, если черенок, ну, так скажем, не старый, а молодой черенок, который в жаре сбросил листья. Если его посадить в землю, то он иногда может дать из пасухов пасыночки, но это бывает нечасто. Ну, такой тоже гибели. Это должен быть выживший черенок с большим запасом питания в стволке, да, они, наверное, чтобы хватило сил. Деревяненький, да? Не деревянненький еще? Молоденький. Ну, еще скажи, какого цвета цветочки убывают у колумбан? У колумбаней, в основном, красный, желтый оттенок. Есть еще такого плана у нас, какой-то розовый. Сильвия, вот розовые, да, такие? Сильвия, да? Это линейный. Это линейный. У тебя есть такой сорт? Да. Это мои сорта, да. Светет тоже хорошо. В основном желтый. Вот есть часто ножки у них желтые, а вверх красный, вкрапинку. В основном цвета желтые, красные, розовые. И оранжевые, да? Ну, не оранжевые, а вот. Вот херсу-то она, по-моему, такая. И оранжевые, оранж. А вот голубых нет, да? Да. Что-то фиолетовых нет. Белых тоже. Вот какие для специалиста это раздолье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok